В проекте Future Real Estate, Century 21, Словения и Прианру пришло время подводить итоги. Мы представляли в динамике несколько проектов коммерческой недвижимости, чего ожидали, что получилось. Но кризис заставил посмотреть на них иначе и оценить в первую очередь надежность вложений. Какие из инвестиционных объектов зарекомендовали себя с лучшей стороны именно в период закрытых границ? Главный вывод – стабильный доход собственнику приносят объекты ритейла. Рост интернет-торговли и ограничения в передвижениях не изменили поведение покупателей, они по-прежнему едут в супермаркеты. Выбирая конкретный проект, нужно оценивать детали. Например, особенно ценные помещения, которые можно расширить. Ведь дополнительные площади могут быть интересны как якорным арендаторам, так и компаниям, которые хотят быть рядом с ними. Мы начинаем наш обзор в Мариборе. Крупные города по-особому привлекают, а для Словении Марибор город очень крупный. Найти здесь предложение очень трудно и, кроме того, собственник постоянно должен прислушиваться к пожеланиям рынка. В 2019 году наша компания разработала расширение торговой зоны. Проект уже реализован, была осуществлена пристройка с тремя дополнительными помещениями. На данный момент мы подписываем 10-летний договор с крупным немецким ритейлером. С такими соседями, как Lidl, Mercator, Spar, Hofer, наш объект создает единую торговую зону. И отсюда никто не захочет уезжать, ни сейчас, ни когда договор закончится. А вот еще один проект, очень похожий на предыдущий. Тоже в Мариборе и якорный арендатор, тот же продуктовый ритейлер «Туш». До пандемии помещение было полностью обновлено. Договор аренды подписан в 2021 году на 10 лет с дальнейшей пролонгацией. Местоположение – крупный район по соседству нескольких супермаркетов и торговых центров. Инвесторам интересны крупные города. Они на слуху и кажутся более надежными. Но последние 5-7 лет в Словении сетевые ритейлеры устремились в глубинку, где готовых помещений просто нет. Их нужно строить, разумеется, предварительно заключив арендный договор. А будущему арендатору обычно важно, чтобы проект находился в единой торговой зоне. Отправляемся в город Айдовчино. Отличный пример, подтверждающий перспективы инвестиций не только в крупных городах, но и в условной провинции. Для сетевых игроков очень важно присутствовать в таких местах. Есть удачная локация, по соседству еще один сетевой магазин, есть проект, а дальше все происходит по накатанной схеме. Строительство начинается в сентябре 2021 года, и через полгода объект будет уже возведен. Договор аренды, в данном случае компания ТЭДИ, будет заключен на 10 лет, из которых 8 лет без права разрыва договора. Пандемия заставила по-новому оценить инвестиционную привлекательность коммерческой недвижимости. Проблемы возникли у всех – у гостиниц, офисов, помещений под кафе и рестораны. Нельзя сказать, что и торговля пережила этот год без потерь. Тем не менее, наиболее надежными показали себя те сферы, где работа не останавливалась. При определенных озвученных условиях сегмент ритейла именно таков. Важно, что во всех объектах арендаторами выступают крупные розничные компании с высокой кредитной оценкой. Как показала практика, такие магазины не прекращают свою работу даже в период самых строгих ограничений.